Мы продолжаем говорить про латиноамериканскую программу бальных танцев, и сегодня у нас тема вес. Всем привет, меня зовут Герман, и это блог Бальная Латина. Поехали! Я, конечно, понимаю то, что говорить о весе, да и в принципе говорить о танце, ничего не показывая, это выглядит немного странно. Но на самом деле моя основная задача вам объяснить то, каким образом необходимо мыслить для того, чтобы понимать, в каком направлении дальше развиваться. Здесь показы не особо важны, но тем не менее, я очень надеюсь, что данные уроки вам помогут переосмыслить свой танец. К этому я и стремлюсь. Если у вас есть желание и возможность, вы можете поддержать данный канал на бусте. Ссылка находится в описании. Также там вы сможете найти дополнительные материалы. Тема вес. Мы постоянно слышим от тренера такие фразы, как Ощути вес, перенеси вес, переведи, покажи ей вес, дай ей вес. То есть вот эти фразы, они постоянно встречаются в обычной жизни танцора. Но что же такое вес, зачем он нужен и каким образом нужно его использовать в процессе танца? Немножко оговорюсь. Если мы говорим про вес, мы не имеем в виду физическое понятие вес. Дело в том, что физическое понятие вес, физика это наука точная, поэтому она требует определенных параметров. То есть это параметр исчисляемый. То есть мы должны сказать, что вес столько-то килограмм, столько-то грамм. В данном случае это неприменимо, потому что мы говорим всего лишь о свойствах веса. То есть об силе давления на какую-то опору. Либо о силе давления чего-то на что-то. Поэтому чаще всего мы говорим ощутить вес. То есть мы отталкиваемся больше от ощущений. Тут встает сразу вопрос, а действительно ли мы ощущаем свой вес? Да, конечно мы можем чувствовать то, как наша стопа. В данном случае я буду говорить именно про стопу. Каким образом наша стопа давит на пол? Но является ли это ощущением веса? Не всегда. Дело в том, что под понятием ощущения веса мы подразумеваем полное погружение веса. В ногу. Это возможно выполнить только при одном единственном обстоятельстве. Если вы целиком и полностью расслабляете свое тело и располагаете его ровно в таком положении, чтобы расслабленное тело давило ровно на ту часть стопы, либо на стопу целиком, как это требуется. И тем не менее, регулярно ученые делают новые предположения на этот счет. И тут самая важная вещь. Дело в том, что зачастую танцор высокого уровня может танцевать сложные вещи, показывать все корпусные действия, параллельно с этим осуществлять все возможные динамики. Но при всем при этом, что-то будет вас отталкивать от его танца. Отталкивают две вещи. Первая вещь. Это гармоничность картинки. То есть у вас будет ощущение, что что-то данный человек, данный танцор делает не так. И второе. Это свобода в движении. Дело в том, что если человек выделывает все действия, но он не умудряется в процессе этого расслабляться, то его корпусные действия будут выглядеть ограниченными. И это также будет мешать нам воспринимать его танец. И тут мы подходим к тому, зачем нам, собственно, вес нужен. А нужен он по причине того, что вес является нашей контрольной точкой того, что мы делаем все правильно. Если мы находимся в зале и смотрим на свое отражение, мы можем корректировать, правильно ли, неправильно ли мы сделали. Но если мы приходим на конкурс, чаще всего там зеркал уже нет. И по этой причине понять то, что делаем мы правильно или неправильно, мы не можем. Помогает в этом нам вес, собранность и стяжка в корпусе. Вот вес здесь несет достаточно важную функцию. Немного забегая, скажу такие вещи. То, что вес мы можем ощущать не только между стопой и телом. Вес мы можем ощущать в любой части тела отдельно. Между двумя частями тела по отдельности. Например, я могу чувствовать вес моей лопатки, которая давит на спину. То есть вес лопатки вместе со спиной. Мы можем чувствовать то, каким образом вес моей ноги, моего бедра опускается на стопу. Это может быть опускание целиком стопу, равномерно на стопу, на подушечку стопы, на любое место стопы. В зависимости от того, как требует определенная фигура. С весом необходимо работать, когда ты достиг уже достаточно серьезного уровня. Если ты начинающий танцор, то первое время тебе необходимо выполнять немножко пережатые действия. Для чего это делается? Потому что, когда ты начинаешь учиться танцевать, твое тело еще не подготовлено физически к тому, чтобы выполнять функции. Проще говоря, у тебя нет возможно каких-то мышечных волокон, которые могут дать тебе возможность скоординировать необходимые действия. Поэтому обычно, чтобы сделать, научиться что-то делать, первое время мы делаем зажатно, для того, чтобы у нас прокачались все мышечные волокна, все мышцы, которые требуются для осуществления данного технического элемента, либо действия. Позднее, когда мышцы сформированы, когда мы уже выучили амплитуду, и она уже нам легче дается, тогда мы можем уже добавлять работу с расслаблением в корпусе и с давлением веса на определенные части стопы. Но это не точно. Ча-ча-ча. И последняя вещь, которую я бы хотел бы сказать, это то, чему необходимо научиться в процессе работы с весом. Дело в том, что когда мы делаем шаг, шаг занимает какое-то время. Чаще всего это один музыкальный удар. Один музыкальный удар, это может быть меньше секунды. И в процессе одного шага мы должны умудряться ощутить вес на стопе. Следовательно, мы должны успевать расслабляться так, чтобы наш вес падал на ногу. Тут у нас есть два варианта. Первый вариант, это то, что мы в принципе на протяжении всего танца какие-то части тела делаем расслабленно, для того, чтобы они ощущались на стопе. Второй вариант, это когда мы делаем, например, сбор, после этого стяжку, наступание, и после этого у нас происходит расслабление. И в этом случае расслабление должно быть максимально быстрым. И тут у нас возникает сложность научиться быстро расслабляться в процессе танца. Это достаточно сложно. Вы должны постоянно искать свой максимум, чтобы расслабление происходило с максимальным давлением на стопу. И параллельно вы должны максимально быстро это умудряться делать в процессе осуществления шага. К слову, расслабление и опускание веса мы можем также осуществлять в конце какой-то серии шагов. Это тоже рассматривается относительно хореографии. Вам домашнее задание научиться в процессе протанцовки своей вариации выделывать шаг. И каждый раз, когда вы наступаете на ногу, в этот момент попытаться расслабить все мышцы вокруг так, чтобы ваш вес давил на стопу. Если вы будете практиковать данное упражнение, то вы сможете улучшить свой танец в разы. За счет этого вы сможете увеличить амплитуды своих корпусных действий. И одновременно ваш танец будет выглядеть свободнее и параллельно с этим еще и более гармонично. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, звоните в колокольчик. С вами был Герман. До свидания.